МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что течет из кранов чебоксарцев? Глава Чуваши побывал на водоканале. Ювелирная работа. Или как сохраняют национальные традиции в украшениях. Звезды на льду в новочебоксарском соколе катались лучшие фигуристы страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представить свою жизнь без воды не может ни один человек. Представить свою жизнь без чистой и качественной воды ни один современный человек. Зависимость от благ цивилизации вполне нормальна. Сегодня предприятие Чуваши способно ее удовлетворять. Насколько хорошо с этим справляется столичный водоканал, оценил глава Чуваши. Очистная водопроводная станция «Заовражная» водоканала обеспечивает бесперебойную подачу качественной воды во всем городе Чебоксары. Обеззараживает ее в автоматизированных системах гипохлоритом натрия, который является чистым и малотоксичным веществом. А значит, вся вода из крана становится пригодной для питья. А это я вот говорил, да, про этот осадок. Это вот в дальнейшем будет у нас получаться вот такой осадок. А вот сейчас вы видите. Там проверка сейчас у вас завершена. Какие осадки вы выйдете? Никаких металлов тяжелых там нет. Вот сухой остаток, который вот, это вот органика. Он не пахнет. Действительно, она считается одной из лучших в Приволжском федеральном округе. Конечно, все труднее становится нашему предприятию, муниципальному предприятию «Водоканал», чтобы эта вода высокого качества была. Мы все видим, что в Волге вода хуже становится. И все новые усилия надо применять, чтобы вода в крайне лучше и лучше была. Сегодня на территории «Водоканала» идет строительство сооружений по обработке осадков, остающихся после очистки воды. Комплекс решит проблему утилизации промывных вод и позволит прекратить сброс осадка без очистки в Чебоксарское водохранилище. Этот комплекс состоит из трех сооружений. Новых сооружений – это сгуститель, осадка, усреднитель промывных вод и цех мехобезвоживания. Также будет реконструкция проведена существующих за моей спиной сооружений повторного использования промывных вод, существующих трех блоков, фильтров. Будут построены иловые песковые площадки. И мы увидим товарный продукт, который будет получаться на выходе, этот продукт, который можно будет использовать на рекультивацию земель, на благоустройство зеленых территорий, использовать на подсыпку, смешиваясь с грунтом. И он не приносит никакого вреда, этот осадок, этот, как говорится, грунт, который мы будем получать на выходе из этого продукта. И вся вода будет возвращаться, промывная вода, которую мы сейчас сбрасываем, будет возвращаться также в голову на очистку. Сейчас в России нет аналогичных объектов, позволяющих осуществить полный цикл. Очистку промывных вод, обработку осадка и его дальнейшую утилизацию. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. После очистной станции глава Республики посетил научно-производственное предприятие «Бреслер». Всех гостей поразил молодой состав трудящихся. Средний возраст работников – 32 года. Организация ведет активную деятельность по подготовке кадров и повышению квалификации, сотрудничает с вузами и поддерживает научно-публицистическую деятельность. Ситуация вокруг жилого дома в микрорайоне Байконур вышла за рамки обыкновенного скандала. Напомним, речь идет о законности или незаконности строительства позиции номер 14 по улице Академика Королева. Судебная тяжба на эту тему идет уже не первый год. Вчера на сайте столичной администрации была размещена информация, что самоликвидация застройщика Байконур грозит появлением новых обманутых дольщиков, где говорится застройщик микрорайона Байконур, ранее неоднократно привлеченный к административной ответственности за незаконное строительство жилого дома, позиция 14, место детского сада прекращает свое существование. Вчера же Ассоциация содействия космонавтики Байконур-Чебоксара распространила копии писем, направленных главе Чуваши главе города Чебоксары. Мы, во всяком случае, получили их по электронной почте, в которых перекладывает всю вину на руководство администрации города Чебоксары. Сегодня на встрече с премьером правительства Чуваши Иваном Моториным журналисты не могли не воспользоваться возможностью и не затронуть эту тему. Еще три года назад, когда пошли первые проблемы по этому объекту, я считаю, что нужно было найти решение, нужно было найти решение, которое позволило бы данный вопрос закрыть. Но все ударились в юридические аспекты вопроса. Кто лучше знает градостроительный кодекс, гражданский, земельный и так далее. В конечном счете, та точка невозврата была пройдена, когда она два года назад, три года назад была пройдена. И все последние действия, как со стороны Байкону, так и со стороны администрации, ситуацию только ухудшали. Потому что они были переведены именно в юридическую плоскость. А если рассматривать вопрос чисто с юридических позиций, позиции администрации города Чебоксара и Министерства строительства, они предпочтительнее, чем у собственника Байконура. И эту позицию не единожды подтверждало и правительство России в лице Минрегиона, тогда сейчас Минстроя. Везде мы давали пояснения, давались они уже с юридического аспекта и так далее. То, что первоначальные суды дали Байконуру какие-то надежды, да, там, ну, понятно было, что там первый суд там просто требовали свой город неправильно там изложил и там, ну, так сказать, спустя рукава отсудился там и так далее. Но это уже не меняло своей сутью. Создали серьезную ситуацию, проблемы, там собраны, я знаю, десятки миллионов рублей у людей, которые не так хорошо знают законодательство наше российское. Сегодня фактически они являются заложниками. Я надеюсь, что у Байконура есть средства, чтобы людям вернуть деньги. Мы будем следить за развитием событий и обязательно постараемся получить комментарии всех сторон участниц спора. На встрече Ивана Моторина с журналистами обсуждались и другие вопросы, прогнозы экономического развития, перспективы индустриального парка, вопросы формирования тарифов и достройки социально значимых объектов. Подробнее об этом завтра в программе «Республика». Торговые павильоны на пешеходной улочке между железнодорожным и новым автовокзалом стали предметом жарких споров между их владельцами и представителями администрации Чебоксар. Снести нельзя оставить. Где в этой фразе поставить запятую узнаем в следующем репортаже. У многих предпринимателей, арендующих землю под торговые павильоны на пешеходной улице, сроки договоров аренды заканчиваются в 2014 году. Однако администрация попросила их с насиженных мест в одностороннем порядке. По словам арендаторов, без объяснения причин. У вас все свои? У меня нет никакой цели. Я здесь не могу. По мнению представителей администрации, торговые павильоны, построенные еще в 1996 году, не соответствуют современным требованиям. Их внешний вид оставляет желать лучшего. Внутри многих из них давно не было даже косметического ремонта. В списке нарушений грязь и мусор на территории, сдача торговых точек в субаренду организаторам игрового бизнеса и существенные долги. Общая сумма задолженности арендаторов к началу этого года приблизилась к полутора миллионам рублей. Из 20 индивидуальных предпринимателей, которые на сегодняшний день имеют договоры аренды с земельным управлением, из них только трое имеют нулевой баланс, который не имеет задолженность. Остальные имеют все. На сегодня все владельцы уведомлены о том, что должна освободить земельный участок. Но добровольно это пока не сделал никто. Предприниматели согласны привести в надлежащий вид свои павильоны. Но хотят, чтобы договоры аренды продлились с ними же. По новому законодательству это не получается. Тогда, когда они заключали договор аренды, 10 лет назад существовали совершенно другие правила. И было преимущественно право продления договора аренды и не было необходимости заново выставлять все на аукцион. Были совершенно другие правила. Они, к сожалению, столкнулись с изменением законодательства. Позицию администрации тоже можно понять. Они отвечают за внешний облик столицы и хотят, чтобы он был приличным. По мнению главного архитектора Чебоксар, на этом земельном участке можно построить один универсальный торговый комплекс и разделить его площадь на секторы, на торговлю в которых могут претендовать и нынешние владельцы павильонов. Мы с точки зрения архитектуры можем говорить, что там может появиться хороший торговый объект. Современные требования по архитектуре. И так как у нас на сегодняшний момент это является притяжением двух вокзалов, трех даже, то есть это на самом деле лицо столицы, когда приезжающие смотрят, то есть это в принципе должен быть объект достойный столичного уровня. Правильнее всего все-таки будет там установить какой-то австационарный торговый объект и предоставить вот всем предпринимателям право арендовать в них торговые места для осуществления деятельности. Конечно, в зависимости от спроса населения. Смогут ли нынешние владельцы ларьков участвовать в будущем аукционе и какова будет первоначальная цена земельного участка – вопрос открытый. Если мы действуем в рамках земельного кодекса и выставляем уже получается тот же самый земельный участок на торги, тогда да, тогда получается вот такая ситуация по цене аукциона вы имеете право заключить преимущественно. Но здесь возникает вопрос в том, что мы участок, земельный участок должны освободить до выставляя на аукцион, мы должны выставлять пустой участок, то есть в любом случае должны демонтировать. Диалог между представителями власти и предпринимателями будет продолжен. И мы сейчас предлагаем, конечно, первое, это значит включить схему размещения торгового павильона, нестационно-торгового объекта, пешеходные улицы. И второе, создать рабочую группу с представителями администрации города и с представителями предпринимателей и вместе двигаться уже в создательном направлении. Тем временем эскизные проекты будущих торговых площадей между железнодорожным и автобусным вокзалами уже разрабатываются. Оксана Заметина, Андрей Спиридонов, Республика. А вот другим предпринимателям не так повезло. Сегодня в городе на один незаконно установленный киоск стало меньше, другой в ближайшее время будет демонтирован. В Чебоксарах в течение двух лет снесли более 200 незаконных киосков. Осталось ликвидировать еще 26 ларьков, которые не имеют законного права находиться на муниципальной земле. Об этом рассказал начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Чебоксар. Владелец этого киоска в течение пяти лет платил деньги за аренду земли под ларек, но участок как следует документально не оформил. После проведения подготовительных работ торговая точка будет снесена. Демонтировали и бесхозный ларек на площади Победы. Несмотря на то, что 70-летие со дня Победы наступит только в 2015 году, подготовка к событию уже идет. Проверили условия жизни ветеранов, обследовали состояние их здоровья и улучшили жилищные условия. Это только часть из запланированных мероприятий. Ну а о том, что ждет ветеранов и жителей республики в этом май, говорили сегодня в Доме правительства. Пока на Украине избавляются от памятников Великой Победы, в России готовятся к празднованию 70-летия. В Чувашии все идет по плану, отчитался Вадим Ефимов, министр культуры республики. Улучшили социально-экономические условия жизни ветеранов, благоустроили и отремонтировали памятные места, организовали торжественные мероприятия. В районах и городах Чувашии прошли мероприятия по увековечению памяти, павших в боях, восстановлению и благоустройству памятных сооружений и мемориальных мест. В Валиковском, Канажском, Красноармейском, Красночитайском, Ядринском, Цивильском районах появились новые архитектурно-скультурные композиции. По результатам вот этих вот проверок условий жизни ветеранов в администрациях городов и районов Чувашской республики на учете по нуждаемости в ремонте жилья состоят 193 ветерана Великой Отечественной войны. По результатам также обследования проводятся мероприятия по содействию в ремонте домов и квартир, проводятся беседы, даются разъяснения и консультации и нуждающиеся принимаются на социальное обслуживание. Несмотря на то, что судя по ответам докладчиков для ветеранов, все складывается благополучно, возникли и вопросы. Сегодня до сих пор продолжаются возмущения по постановлению Кабинета министров о повышении стоимости на транспорт в городе Чебоксары. С нами это никто не согласовывал, с нами никто не обсуждал этот вопрос, подняли на 100 рублей, возмущение идет до сих пор. Я считаю, что целый комплекс мер со стороны правительства этой республики делается для того, чтобы эта мера была сохранена. Индивидуально, что касается по 9 мая, по возможности организации льготного проезда, мы, наверное, должны с городскими властями, в первую очередь, посоветоваться и окончательно какое-то решение будет принять. Сейчас мне тяжело говорить. Хорошо, Льва Борис. Что касается 69-й годовщины Победы, то не обойдется без концертов и возложения цветов. По республике пройдут более 2000 мероприятий, по чебоксарам более 500. Планируется, что в торжестве примут участие более 2000 чебоксарцев. В план мероприятий включена свеча памяти, так полюбившаяся горожанам. За основу оформления столицы возьмут прошлогоднюю концепцию. Ее дополнят и разнообразят. Главное внимание уделят центральным улицам города. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. После повышения пенсионных выплат с апреля текущего года у многих возникли вопросы. Кому именно увеличили пенсии и на сколько? В связи с этим в пенсионном фонде Чебоксар провели прямую линию. На актуальные вопросы горожан отвечала начальник управления. Для вас больших изменений в связи с принятием этого закона по сравнению с тем, как выходит сейчас на пенсию, не произойдет. К кому обращаться, если в трудовой книжке есть ошибки? Какие пенсии увеличиваются с апреля этого года? В течение часа Оксане Тутовой поступило более 20 звонков. Молодых жителей Чебоксар интересовало, сколько и как перечисляет работодатель страховые взносы. Кстати, такую информацию можно получить не только в пенсионном фонде, но и дома через портал госуслуг. А также ряд банков предоставляют такие услуги. О всех новшествах в системе пенсионного фонда можно узнать на их сайте. В управлении прием граждан по интересующим вопросам ведется ежедневно в рабочие дни. Произведена индексация всех видов пенсии. Это и трудовые пенсии на 1,7%. Проиндексированы увеличенные размеры социальных пенсий значительно на 17,1% и увеличены размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам на 5%. На соискании государственной премии Чувашской республики в области литературы и искусства в этом году выдвинуто три номинанта. Писатель Валентина Иванова, журналист и переводчик Алексей Леонтьев и авторский коллектив художников и ювелиров. С его руководителем Владиславом Николаевым, а главное с проектом возрождения Сувара, Булгара, Чувашского ювелирного искусства наша съемочная группа решила познакомиться поближе. Владислав Николаев известный ювелир. В свое время желающие получить эксклюзивные украшения выстраивались к нему в очереди. Потом перестали. Мастер всерьез увлекся геральдикой и переключился на изготовление наград. Всю жизнь, с детства коллекционировал награды. Награды, монеты, всевозможные. Я вообще по натуре коллекционер был. И вот это, собирая, изучая награды, наградную систему, я ее очень хорошо знаю. И тут какой-то вот такой поворот пошел, что вот надо было что-то для Чувашии начать. Ордены и медали, символы государственной власти. Все выдержано в стилистике чувашских графических символов. Все делается вручную. Специалисты Российской геральдической комиссии, кстати, высоко их оценили. А у Владислава новое увлечение. Он вновь вернулся к изготовлению ювелирных украшений. Но не простых, а этнических. Идею вынашивал несколько лет. Долго изучал историю древних сувар. И в один прекрасный момент пришло вдохновение. Кому-то чертежи приснились. И я вот эту коллекцию сделал практически, наверное, 8 или 9 месяцев. Это только первая часть коллекции. Обереги. Владислав сетует. Сейчас женщины не носят обереги. И совершенно напрасно. Если в них верить, они наделяют хозяина большой силой. Приносят здоровье и удачу. На подходе – звери-талисманы и украшения, имитирующие вышивку. С камнями и цветными эмалями. Собственно, это будет не столько коллекция ювелирных изделий из серебра, сколько наглядное пособие по истории родного края. А дополнит картину стилизованной костюмом Азунки. Владислав уже начал делать для него оружие. Разумеется, тоже по подобию Суварского. У нашего народа, вот Сувар и Чуваш, они очень сильные были мастера по металлу. Кроме ювелирных, это были блестящие оружейники. Ножные делаю, вот эти элементы пока не сделаны. Пока сделан только нож. Но через два дня я сделаю уже все, завершу этот комплект. Словом, у творческого коллектива, а с Владиславом работают два его ученика, впереди много работы. Тяжелый, кропотливый, но очень интересный и важный. И с точки зрения ювелирного мастерства, и с точки зрения сохранения национальных традиций. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Правильные пчелы, которые делают правильный мед. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная дарам пасеки. Наша съемочная группа эти дары увидела и не только. Думаю, свинепухом в этом вопросе согласятся все. Впрочем, перефразирую известное выражение, пчелы – это не только ценный мед. Это еще воск, прополис, пыльца, маточное молочко и даже яд. Всего специалисты насчитывают до 12 различных видов полезных продуктов, которые, кстати, называют «12 чудесами света». Не зря выставку назвали «целебные дары с пасеки». Сегодня, если взять нашу республику, пчеловодство в нашей республике развивается. Она в темпе развивается. Если в целом перевести на российский масштаб, то следует, что сказать. В условиях неумелой реформы, которая происходила в России в сельском хозяйстве, практически российское пчеловодство сильно пострадало. Много сельхозпредприятий, племенные пасеки исчезли. И только благодаря оптимизму отдельных людей, руководителей, пчеловодство Российской Федерации сохранилось. Иными словами, если бы всем известный ценитель меда Винни-Пух жил в 21 веке, жизнь его не была бы такой беззаботной. И дело не только в реформировании отрасли. В последние годы во всем мире заговорили о такой даже не проблеме, а беде, как массовая гибель медоносных пчел. Если популяция этих насекомых исчезнет, человечество лишится не только продуктов пчеловодства, но и вообще пропитания. По некоторым данным из 100 важнейших сельскохозяйственных культур, которые дают 90% мирового продовольствия, 71 нуждается в выпылении насекомыми. Если медоносных пчел не будет в нашей республике, то опылять придется нам самим взять вату, как китаянки в некоторых провинциях сейчас делают. Одна девушка там в Китае за день до 30 груж опыляла, потому что все начекомые у них погибли в этой провинции. Чтобы такого не случилось в нашей республике, нужны такие выставки, отмечают знатоки. К примеру, один из разделов «Пчела и пасека» посвятили как раз здоровью пчел их содержанию и разведению. Представлены на выставке менее серьезные, но не менее интересные темы. К примеру, медовая кулинария или секреты производства экологически чистой продукции. Работать выставка будет до 15 апреля. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика. Лед Новочебоксарской арены «Сокол» растопили лучшие фигуристы страны. Здесь накануне отгремело красочное шоу олимпийского чемпиона Илья Вербуха. Спортсмены готовятся к нему не хуже, чем к международным соревнованиям. Правда, оценки им выставляют не жюри, а зрители. Жители города «Спутника» не скупились в новации. В этом убедились и мои коллеги. Ровно на два часа Новочебоксарский дворец «Сокол» превратился в олимпийскую арену. Двух Олимпиады жителям Чувашии подарили фигуристы, которых по праву называют лучшими из лучших. Чемпионы Европы и мира разных лет. Сюда они привезли свои лучшие номера. Этим номерам дать другую оценку просто невозможно. Зрителям на ледовой арене фигуристы показали шоу, достойное театральных подмозков. Словами эти истории не перескажешь. Секрет успешного выступления чемпионов необыкновенные трюки и потрясающая драматургия. С первых секунд актриса Екатерина Шпица и спортсмен Максим Ставицкий завораживают своей энергетикой. Они растопили лед. Трогательная история о любви, которая не умирает даже на небесах. Не уступал чемпионом и восходящая звезда фигурного катания Максим Ковтун. Хотя на гастролях с молодым человеком то и дело происходят неприятные случаи. Недавно потерялся багаж с вещами. Пришлось выкручиваться из положения и одалживать наряды у другого участника шоу Максима Маринина. Подмены никто не заметил. Потрясли зрители своим танцем и чемпионы Европы Юка Ковагути и Александр Смирнов. Из-за травмы им пришлось пропустить Олимпиаду. Но сейчас они доказывают всем, что готовы побеждать. Это ледовое шоу в городе Спутники фигуристы показывают впервые. В программе не только отдельные номера, но и полноценный спектакль. Такого не показывали даже в телевизионной трансляции. Все выступления адаптированы специально для гастрольного турне. Чемпионы колесят по всей стране и не только. Позади более 30 российских регионов и Украина. Участники шоу говорят, что чаще всего они сталкиваются с одной проблемой. На некоторых площадках спортсменам приходится выступать при слишком низкой температуре. Но ради эффектных номеров и любимых зрителей стерпишь и не такое. Надеюсь, что мы будем греть зрителей, зрители будут греть нас. И как-то мы совместными усилиями согреем эту площадку. Зрители всегда отвечают взаимностью. С особым интересом многие наблюдают, как по льду катаются киноактрисы. Ирина Медведева и Екатерина Шпица теперь готовы дать фору даже профессиональным фигуристкам. Хотя до ледового шоу им обеим такие пируэты на коньках казались за гранью возможного. А Екатерину не остановило даже падение на съемках передачи. После падения докаталось еще чуть меньше половины из эпизодов, предусмотренных форматом передачи. И вот катаюсь в туре. Но, слава богу, все обошлось. Когда я встала на профессиональный, конечно, было очень сложно, больно. Ноги болели, кости болели. Но потом началось искусство. После выступления в Чувашии они отправятся дальше. Уже через неделю фигуристы попытаются растопить лед северного Мурманска. Но в Новочебоксарск звезды обещали вернуться. Дмитрий Ковалев, Галина Титарщук, Сергей Рябчиков. Республика. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова